Новость о том, что банковский кризис Соединенных Штатов перекинулся на Европу, да так, что на грани банкротства оказался аж Credit Suisse, мгновенно обрушила не только валютный рынок, но и рынок энергоносителей. Поводом снижения цен на нефть стали опасения, что мировая экономика в итоге скатится в глубокую рецессию, в результате которой резко сократится спрос на энергоресурсы. Сейчас много будет зависеть от Европейского Центрального Банка. Если Кристин Лагард сможет успокоить рынки, то неминуемо последует отскок, тем более что нефть очень сильно перепродана, и рынок нуждается хоть в каком-то подобии коррекции. С учетом текущей динамики с точки зрения технического анализа можно предположить, что нисходящий инерционный ход продолжится на рынке в направлении уровня 70 долларов за баррель. Однако вновь напомним о техническом сигнале о перепроданности. Таким образом, в ближайшее время может произойти фиксация коротких позиций, которая приведет к откату графика вверх. Единственным, кто действительно выигрывает от всего происходящего, конечно же является золото, которое в какой-то момент даже подросло до уровня в 1940 долларов за унцию. Но перекупленность желтого металла становится все очевиднее и очевиднее. Оно так и не смогло развить успех и откатилось к отметке в 1910 долларов за тройскую унцию. Можно сказать, что золото исчерпало потенциал роста, по крайней мере на данный момент. Необходимо некое подобие коррекции, как и в случае с нефтью. Все зависит от сегодняшнего выступления Кристин Лагард, только его итогом вполне может стать снижение цены ниже 1900 долларов за унцию. Но это станет лишь временным снижением, которое позволит несколько снизить напряжение и подготовить почву для дальнейшего роста. Глобальные риски возрастают с каждым днем, и инвесторы будут и дальше пытаться переложить средства в более безопасные инструменты, первым из которых, конечно же, является золото. Можно предположить, что обновление локального максимума февраля не за горами, а после этого возможно движение в направлении контрольного уровня на 2000 долларов за тройскую унцию. Российская же валюта продолжает торговаться в диапазоне от 75 до 76 рублей, по-прежнему сохраняя удивительную стабильность. Однако всеобщая паника, начавшаяся после сообщений касательно состояния Credit Suisse, все же затронула и рубль, который вчера впервые за несколько дней не демонстрировал попытки уйти ниже отметки 75 рублей за доллар. Да и сейчас он торгуется немного выше отметки 76 рублей. Существует риск того, что происходящее в Европе скажется на политике Банка России, и вместо того, чтобы оставить ключевую ставку неизменной, регулятор ее снизит. Но до завтрашнего заседания правления Центробанка ситуация, скорее всего, принципиально не поменяется. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео, до встречи!